Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер 46. 1 Крифинам, 15 глава, 34 стих. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Толкование блаженного феофилакта. Как пьяным говорит, отрезвитесь, как должно, то есть для пользы. Ибо можно и трезвым быть неправильно. Например, для совершения зла. И не грешите, говорит. От этого-то вы и не веруете воскресенью. Ибо те, кои сознают за собой худое, не соглашаются признавать воскресенье по страху наказания. Неверующие воскресенье не знают Бога, ибо не знают всемогущество Божие. Не сказал вы не знаете, но не знают, чтобы облегчить обвинение. К стыду вашему скажу, поскольку довольно долго облечал их, то теперь утешает. Я, говорит, сказал это не по вражде и не вукаризму, но для пристыжения, дабы, когда вы устыдитесь и будете рассуждать, как должно, привести вас к исправлению. 1 Коринфянам 15 глава 35 стих. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Толкование. Не сказал вы говорите для того, чтобы речь была приемлемее, когда будет разбирать слова как бы иных неверующих. Два предмета подвергались сомнению. Один способ воскресения, как воскреснее тело, однажды разрушившееся. Другой в каком теле воскреснут, в настоящем или ином каком-нибудь. Примерным зерна разрешают оба недоумения. 1 Коринфянам 15 глава 36 стих. Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. Толкование. Решение заимствует от того, что очевидно, и каждый день совершается у них. Посему и называет их безрассудными, что они не знают такого ясного дела. Что говорит ты сеешь, ты тленный? Как же сомневаешься о Боге? Не оживет, говорит, если не умрет. Употребил слова, идущие не к семенам, а к телам. Ибо не сказал, иначе не вырастет, если не разрушится. Но не оживет, если не умрет. Смотри, как дал речь обратный вид. Им казалось непонятным, как мы воскреснем после смерти. А он, напротив, говорит, что потому-то и воскреснем, что умрем. Ибо нельзя было бы иначе быть оживотворенными, если бы не было смерти. 1 Коринфянам 15 глава 37 стих. И когда ты сеешь, то сеешь на тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, толкование. Два сказано, было недоумение. Одно, как воскреснут, другое, в каком теле. Первое. Как воскреснут, разрешил именно, через смерть, как и зерно. Теперь, объяснив, в каком теле воскреснут, разрешает и другое недоумение. Говорит, что воскреснет то же самое тело, то есть тело той же самой сущности, но в более светлом и славном виде. Еретики говорят, что воскреснет не то же самое тело. Ибо это, говорят, выражает апостол, когда говорит на тело будущее. Не. Не тело будущее. Но апостол говорит, не это, а что. То, что ты сеешь зерно, не таким, каким оно будет, но светлое и славное, но голое. Однако колос вырастает благолепный, и он не есть совершенно тот же, потому что посей не колос, то есть не со стебля, но голое зерно. Но и не совершенно иной, потому что колос сей не из иного зерна, но из этого голого. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 38 стих. Но Бог дает ему тепло, как хочет. Тел. А, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому из семени свое тело. Толкование. Если же Бог дает тело, то что ты еще допытываешься, в каком теле мы воскреснем, и не веришь воскресению, слыша о силе и воле Божией. Ибо Бог воскресит разрушившееся тело, только воскресит благолепнейшим и духовнейшим. Это можно усмотреть и на семенах, потому что прозябшее семя сходит лучше, чем то, которое брошено в землю. Эти слова беспрекословно заграждают уста еретиков, говорящих, что в воскресенье оживет тело не то же самое, но иное. Ибо вот, слышишь, что каждому дается собственное тело. 1 Коринфянам, 15 глава, 39 стих. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человека, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Толкование. Да бы ты, услышав пшеницы, не подумал, что как у нее все колости вырастают одинаковые, так и в воскресенье все будут одинаковы. Хочет показать, что между воскресшими будет различие. На что и прежде намернул словами, каждый в своем порядке. И говорит, что не всякая плоть такая же плоть, то есть не все воскреснут в одном и том же достоинстве, но будут иметь разность. Прежде праведники от грешника. Как разнятся тела небесные от земных. Потом будет большое различие степеней между самими праведниками. Как ниже скажет. Между самими грешниками. Ибо говорит, как есть разность между плотью человеков и плотью скотов и прочих животных, так будет различие и в наказаниях грешников. Итак, все, что не сказано о разности между грешниками, сказано о разности между грешниками. Ибо о праведниках говорит ниже, когда перечисляет тела небесные. 1 Коринфянам 15 глава 42 стих. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных и иная земных. Здесь, как и выше я сказал, указывает отличие праведных от грешных. Первых называет телами небесными, а грешников земными. И говорит, что иная слава праведников и иная грешников. Вот же не слава, и во сего не должно подразумевать, но жизнь. 1 Коринфянам 15 глава 41 стих. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды. Разница в славе. Как немного прежде, сказал о различии в телах грешников, начав с людей. И потом упомянув о птицах, скотах и рыбах. Потому что и грешники, быв сначала людьми, не спали потом до уподобления бессловесным. Солом 48 стих 21. Так теперь показывает разности в праведниках. Все говорит в славе, но иной свету солнца. Иной луны, и у какого не случится тело. Ибо и звезды от звезд разнятся в славе. То есть в свете. Ибо славу звезд составляет свет. А из того, что привел солнце, луну и звезды, видно, что речь идет о них. 1 Коринфянам 15 глава 42 стих. Так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Толкование. Со многим различием, как видно из выше приведенных примеров. Выше, говоря о семенах, употреблял слова, приличные телам. Когда, например, говорил, не оживет, если не умрет. Стих 36. Теперь, говоря о телах, употребляет слова, приличные семенам. Ибо, говорит, сеется в тлении. Под сеянием же разумеет теперь не зачатие наше в утробе, но погребение мертвых тел в земле. Как бы так говоря. Мертвое тело погребается в земле в тлении. То есть для того, чтобы истлеть. Хорошо, так же сказал, восстает, а не восходит. Дабы ты не счел это делом земли. Мама в тлении, погребается в тлении для того, чтобы истлеть. Откуда взяли не тление мощей? И что самое интересное, взяли это от греков. Но у греков наоборот. Если не тлеет, это плохо. Где, говорит, граница? На Черном море или где проходит? С ума сошли от мертвецов. Кости, кости, кости. Даже противно слушать. Ну, прах ты и в прах возвратишься. Хоть тысячу раз переворачивай, ты к этим словам придешь. Иоанн Дамаскин сказал. Ну, за это он ответит, что он сказал. Ну, Иоанн Дамаскин-то, это не бог Дамаскин. И вот какое-то ошалелое состояние православное. Притом ничего не знает. А что, кость. Ну, интересно. Корова чистое животное. Лошадь нечистая. Но лошадь никогда не будет пить пойло. Чистую воду. Корова что угодно, как свинья съест. И бывает, где-то кости валяются, там, животное какое-то вздохло. Корова найдет большую кость берцовую. В рот возьмет и ходит, сосет ее полдня. Ходит, как трубка во рту торчит. Лошадь даже не посмотрит на это. Такое чистое животное. Ну, наоборот, считается. Ну, вот когда все это видишь, вот православная какая-то корова. Дохлую кость во рту заломили ее и не могут это рта выплюнуть. У меня, ну, свое видится. Я ловил сусликов, и когда вижу одинаковое рост, там, осенние суслики. И мысли такие, как суслики. Ничего не знает, пикает только, и все. Первая Коринфянам, 15 глава, 43 стих. «Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе». Толкование. «Ибо что уничижение мертвого, но воскреснет в славе нетление, хотя и не все получат одну и ту же часть. Ибо не пройдет и пяти дней, как плоть не сможет противостоять тлению, но воскреснет в силе нетление, не подлежа уже никакому тлению, хотя для грешников нетление послужит к большему наказанию». Первая Коринфянам, 15 глава, 44 стих. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное». То есть никакой реакорнации нету. Тело, тело человеческое восстанет, а не так, что превратился в быка, в порося, порося, в карася. Какая вера хорошая у индусов, по-высоцки писал. Какая она хорошая. А тем, даже однажды умереть, однажды, ни два, ни три раза. Нету. Если бывало на войну и приходила похоронка, ну ошибочная, а не то, что он два раза умирал. Он не умирал. Он был в обморок или еще что-то. Родного считал, интересно. Они очень близкие были. Куда-то отделился. В это время бой был, его убило. Убило его, закрыли палаткой, засыпали. Он пришел. Да как так? Только сейчас был живой. Раскопать. Начальник. Раскопали. Он раскопал ему. Потому что, эх ты, по щеке его как стукнул, говорит. Не мог ты меня дождать. А тот глаза открыл и встал из могилы. Партизан какой-то или что-то. Это кажется, как у ковпака. Дважды героя считал это. Вот надо смотреть, что здесь есть. Тело, душа. Зачем нижних костей, когда живой Бог есть? А вот на них сказали, благодать пребывает. Ну и проверил ты, благодать еще на кусочке. Ее можно как мир какой-то собрать. Вот смотрю на это, как грехнулись умом. А вот такой-то святой на столбе стоял. Ну лезь на столб и сиди на столбе. Празднование святому. Это подражание ему затоуз. Мария, ты, Магдалине, ты иди подражай, проповедуй. Почему Мария Египетская-то? За полторы тысячи лет никто ее нигде не мог подражать. Да это невозможно. Сорок лет была в пустыне. Ну возьмите их одно. Сорок семь лет не причащалась. И успокойтесь. Ни Евангелия не знала, ничего. Из Булды осунулась. Дня не жила по Евангелию даже. Каждый год считает это. То есть православие это тьма непрорудная. И не надо удивляться, что все секты, все полнятся через православие. Через край хлещет. А вот он такой-то богослов, речистый говорит. Ну он услаждается, как петух на нас есть. Но курятник-то пустой. Ну что он заливается-то? Или как петух прокуркорекал, говорит, а там хоть век не святай. Все ваши знания. Ну отойди от этого. Надо ему пускай с костями водится. И ты знаешь, анализы брал, ДНК или как там, ты узнал. А благодать-то вообще нельзя узнать, есть она или нет. Какая благодать-то? Я молюсь и благодать, и в духе истины. Но не в костях и неизвестно еще в чем. В истине в духе, а не то, что в брюхе. Толкование. Душевное тело то, которое управляется силами души, и в котором душа имеет господство и владычество. Духовное же то, которое имеет обильную деятельность Духа Святого. И в костях. И им управляется во всем. И им, Богом, не костями мертвого трупа. Ибо хотя и ныне дух действует в нас, но не так и не всегда. Ибо от тех, которые грешат, отлетает. Хотя и ныне дух присутствует, но управляет телом душа. А тогда дух непрерывно будет пребывать в телах праведника. Или духовным просто называют тело нетленное, как тончайшее и легкое. Могущее носиться и по воздуху. Только не воздушное и эфирное. То есть не из сущности воздуха и эфира. Как говорит Ориген. Если же ты не веришь нетлению, то посмотри на тела небесные, которые доселе не стареют и не ослабевают. Тот, кто сотворил их такими, и наше тленное тело сделает нетленным. Есть тело душевное, то, которое мы ныне имеем в настоящей жизни. Есть тело и духовное, то, которое будем иметь в будущем веке. По существу то же самое духовное, то есть нетленное. 1 Коринфянам, 15 глава, 45 стих. Так и написано. Первый человек Адам стал душой живущим, а последний Адам есть дух животворящий. Толкование. Первое точно написано. Бытие, 2 глава, 7 стих. А второе не написано. Но поскольку оно случилось по связи событий, то говорит, что написано. Подобный пророк Захария, 8 глава, 3 стих, сказала об Иерусалиме, что он назовется городом правды. Но он буквально не был так назван. Евангелие назвало Господа Эммануилом. Евангелие от Матфея, 1 глава, 23 стих. Однако он не называется так, но дела дают ему такое название. Итак, первый Адам был человек душевный, то есть имел тело, управляемое душевными силами. А последний Адам, Господь, дух животворящий, не сказал в духе живущий, но выразил нечто большее, животворящий. Ибо Господь имел Духа Святого, существенно соприсущего Ему. Ибо Он оживлял Свою плоть. Им же и нам даровано нетление. Итак, в первом Адаме ты получил залог настоящей тленной жизни, а во Христе будущей. 1 Коринфян, 15 глава, 46 стих. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Толкование. Да бы кто ни сказал, почему мы ныне имеем тело душевное и худшее, а духовное только еще будет. Говорит, потому что в таком порядке поставлены начало того и другого. Адам прежде, а Христос после. Потому наше всегда идет к лучшему. И будь уверен, что то, что ныне в тебе тленное и худо, преобразится в нетленное и лучшее. 1 Коринфян, 15 глава, 47 стих. Первый человек из земли, перстный. Второй человек Господь с неба. Толкование. Да бы не вознеродели о прекрасной жизни, хочет уже убеждать к жизни богоугодной. И говорит, что Адам был из земли, отчего он и назван так. Ибо Адам означает земного и перстного. А второй человек был Господь с неба. Первому дает имя от худшего, а второму от лучшего. Не потому, будто человек, то есть воспринятая человеческая сущность, был с неба, как густословил безумный Аполлинарий. Но потому, что одно лицо в одном Христе. По причине его единения говорится, что он человек с неба. По той же причине говорится, что Бог был распят. Ну не называй безумным. А тут пустословил безумный Аполлинарий. Ну почему не говорите, что он грубо сказал? Да со соответствием действительности. Ну не называй брата безумным. А Аполлинарий... Брата, который верующий, причащается... А Аполлинарий, он же не брат никакой, поэтому он безумный. Ну конечно, вот это предело. Да. Первая Коринфянам, вторая глава, восьмой стих. Первая Коринфянам, пятнадцатая глава, сорок восьмой стих. Каков перстный, таковы и перстные. И каков небесный, таковы и небесные. Толкование. То есть, так же погибнут и умрут. Или те, которые привязывались к земле, умрут смертью греховной. То есть, как же будут бессмертны, так же будут бессмертны и славны. Ибо хотя умирал и второй Адам, но он умирал для того, чтобы разрушить смерть. Или те, которые вели богоподобную жизнь, будут прославлены, как помышляющие небесным. Первая Коринфянам, пятнадцатая глава, сорок девятый стих. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Толкование. Здесь яснее обнаруживает увещательный тон речи. Образом перстного называют дела порочные. А образом небесного – дела добрые. Посему, как прежде, мы жили в злобе, как сыны перстного и мудрствующее земное. Так теперь должны жить в добродетели, чтобы сохранить образ и подобие небесного. Образ перстного состоит в следующем. «В прах ты и в прах возвратишься». Бытие третья глава, девятнадцатый стих. Образ небесного – воскресенье из мертвых и нетлений. «В прах, не в пепел, никакой кремации не допускает Слово Божие. Прах. То есть, отлел человека и больше ничего. Это совершенно нормальное состояние. И вот он моет, кости отрезает и прочее. Рехнулись люди совершенно. Некрофилство. Посему, если то, что говорится о воскресении, должно понимать не об образе жизни, то из слова будем носить образ небесного, должно понимать или писать как указание будущего события. То есть, что мы обличемся». 1 Коринфянам, 15 глава, 50 стих. «Но что скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление?» Толкование. «Поскольку сказал образ перстного, то как бы объяснение его говорит, что образ перстного – суть плоти и кровь, то есть дела плотские и свойственные тучности тела, которые не могут наследовать Царствие Божие. То есть, злоба, расливающая благородство души, не может наследовать оной славой и нетленных благ. Так, можешь принимать и так, что все это сказано не об образе жизни, но о воскресении. Например, слова «плоть и кровь» значит «в будущие веки будут наслаждаться Царством не нынешнее тело, состоящее из плоти и крови, ибо там нет пищи и питья, которыми питается нынешнее тело, и тление, то есть тленное тело, не наследует нетленного. Посему необходимо нашему телу сделаться духовным и нетленным. Впрочем, зная, что Златоуст принимал эти слова апостола за увещание к лучшей жизни». 1 Коринфянам 15, глава, 51 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Толкование. Опять возвращается к учению о воскресении и говорит, что намерен сказать им нечто страшное и сокровенное. Все им же оказывает и большое к ним уважение, коль скоро сообщает им тайны. «Хотя, говорит, не все умрут, однако изменятся все, то есть и те, которые не умрут, облекутся в нетлении». Вот считали, что такая это тайна, что сокрыта была и отпала. Он считал, в его поколении не все умрут, не все мы умрем, а иные доживут до пришествия Христова. «Итак, когда будешь умирать, не бойся того, что не воскреснешь. Ибо вот, я говорю тебе, что некоторые не умрут, и одного этого им недостаточно для оного воскресения, если они не изменятся, и таким образом не перейдут в бессмертие из той смертности тел, какую они имеют. Посему, как для них не полезно не умирать, так для нас не вредно умирать». «Ибо и для них изменение служит смертью, потому что в них умирает тление, изменяющееся в нетлении». 1 Коринфянам, 15 глава, 52 стих. «Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвый воскреснут нетленными, а мы изменимся». Толкование. «В кратчайшее и неуловимое время, в какое можно только смежить ресницы, смежить, совершится столько и таких дел. Это весьма чудно, ибо должно удивляться не только тому, что воскреснут сгнившие тела, и тому, что каждый получит свое собственное, но и тому, что все это совершится так быстро, что нельзя и выразить. Слова при последней трубе некоторые понимали о той, о которой написано в Откровении, глава 8, 9, 10, евангелиста Иоанна. Он говорил, что есть семь труб. Первый из них производит поражение людей, ибо не все вместе умирают, но по частям. И это говорит по устроению Божию, дабы остающиеся, видя первых погибающими, сами раскаялись. А последняя труба произведет воскресение и изменение уже воскресших. Вскоре, в мгновение ока, дабы кто не усомнился, как так дела совершатся в мгновение ока, подтверждает достоверность своего слова силой Бога, творящего Оноем, и говорит, что вострубит и сделается подобно сему. Он сказал и сделалось. Псалом 32, стих 9. Ибо труба означает ничто иное, как повеление и мгновение Божие, предшествующее всему. А мы изменимся. Говорит это не о самом себе, но о тех, которые тогда будут в живых. 1 Коринфянам 15, глава 53, стих. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетлении, и смертному сему облечься в бессмертии. Толкование. Дабы кто-нибудь, услышав, что плоть и кровь не наследуют Царствие Божие, и что мертвы воскреснут нетленными, не подумал, что тела не воскреснут, так как оные, они, как ныне они состоят из плоти и крови. Прибавляет, что тела воскреснут не такие, которые сут плоти и кровь, а преображенные в нетлении. Заметьте и слова против тех, которые говорят, что воскреснут тела не те же самые, но иные. Ибо тленному говорит сему, и смертному сему, не иному, а указательно говорит сему. Посему тело останется то же самое, ибо оно есть то, что облекается. Но смертность и тленность уничтожаются, так как оно облечется в нетлении бессмертия. Между смертью и тлением есть разность. Слово смерть употребляется только о существах одушевленных, о тлении и о неодушевленных. У нас же есть нечто подобное неодушевленному, например, волосы, ногти, но и эти предметы облекутся в нетлении. Первое. Карифона, 15 глава, 54 стих. Когда же тленное сие облечется в нетлении, и смертное сие облечется в бессмертии, тогда сбудется слово написанное. Поглощена смерть победою. Толкование. Когда это сбудется, тогда исполнится написанное пророком оси ей. 13 глава, 14 стих. Поскольку сказал нечто изумительное, то в истинный слов удостоверяет свидетельством Писания. Победую, то есть окончательно, так, что побежденное уничтожится, и не остается ей и надежды на то, чтобы когда-нибудь в последствии возыметь силу. Первое. Карифона, 15 глава, 55 стих. Смерть. Где твое жало? Адзе. Где твоя победа? Толкование. Как бы увидев это совершившимся на деле, воодушевляется, издает победный клич и торжествует, как бы наступая на поверженную смерть и попирая ее. Между адом и смертью можешь найти некоторое различие. Именно. Ад содержит души, а смерть – тела, ибо души бессмертны. Первое. Карифона, 15 глава, 56 стих. Жало же смерти грех, а сила греха – закон толкования, ибо через него она получила силу, пользуясь им как бы оружием каким, или жалом, ибо как сам скорпион есть небольшое животное, и в жале имеет силу, так и смерть получила силу через грех, а иначе она была бы недействована. Это видно и на примере самого Господа. Так как смерть не нашла в нем греха, то и осталось без действия над ним. Потому что, когда не было закона, мы грешили по незнанию и подлежали не такому строгому осуждению. А когда закон обнаружил грех, он подверг нас большему осуждению. Так как мы знаем и грешим, и сделал его сильным, не по естеству его, но по причине беспечности нашей. Так как мы не воспользовались как следовало законам, как лекарством, о чем пространнее и больше сказано в послании к римлянам. Итак, человек, не сомневайся в воскресении. Ты видишь, что и грех, который был оружием смерти, разрушен. И закон, который случайно стал силой греха, упразднен. Когда смерть обезоружена, очевидно, она уже не имеет силы. Все. Отдых. Дома 40.